Как она мне рассказала, сейчас уже, когда я виделся с ней, она сейчас уже маленько отошла, рассказывает, что рожала, родила, и ребенка положили на грудь, получается, на живот, и после положили на весы. Там ребенок уже посинел, и она еще с палаты шла до родильного кресла, сама видела врачей первородка, к ней особо так страдания никто, как считаю, не отнесся, потому что она шла сама, может быть, да, нет такого регламента, то, что ее должны везти на каталке, и поэтому, я не знаю, как быть, но присматривать они, мне кажется, должны были, потому что она шла, у нее закружилась голова, и она упала. После два сотрудника ей, по-моему, могли дойти до родильного кресла, ну и там, да, жала она. И вот еще то, что во втором периоде этапов рода, когда младенец уже появился, врачи начали проверять на жизнеспособность, и сказали ему, что ребенок жив, как слышала супруга. Ну и сейчас, когда я разговариваю с главным врачом, главный врач говорит, что во втором периоде родов ребенок уже был без признаков жизни. То, что передавила ей пуповину, говорят, или как, а я у нее спросил, у главврача, а тогда мертвого ребенка ложат роды, говорю ей на живот? Он говорит, нет, конечно. А тогда почему ее вожили? Может, они по этому поводу думают, что в природах можно думать как-то, ну, то, что может вредить или как. Может, они так думают, врачи, ну, или говорят, может быть. Я считаю, что сейчас она уже отошла и так же говорит. Я думаю, ей не показалось это.